за последние годы мафия 4 стала одним из самых ожидаемых проектов игровой индустрии только вдумайтесь с момента выхода третьей части прошло уже почти шесть лет а информации о продолжении серии не имеется по сей день но мало кто знает что новая часть мафии может вовсе не выйти если вы хотите узнать истинную информацию о разработке мафия 4 то этот ролик специально для вас ведь сегодня я расскажу всю правду о мафии 4 и почему она может вовсе не выйти перед началом по традиции прожимаем лайки под этим роликом со стороны автора а также подписывайтесь на канал еще можете подписаться на мой telegram времена нынче нестабильные так что это не будет лишним ну а теперь присаживайтесь поудобнее друзья ведь мы начинаем стоит начать с самих слухов о мафии 4 является ли хоть какая-то часть из них правдивой и стоит ли нам им вообще доверять о некоторых таких в скобочках инсайдах я уже говорил в предыдущих роликах сверху будет подсказка обязательно посмотрите из недостоверных слухов у игроков сложилось понимание того что мафия 4 затронет 70-е года лас-вегас что там будет несколько главных героев и прочее ничем не подкрепленный бред если вы из числа тех кто все еще верит в бред по типу упаси господи трейлера мафия 4 то знаете ни один якобы инсайд из тех что всплывали в сети никогда не были правдой почему да потому что мафия 4 по словам инсайдера джейсона шрайера никогда не находилась даже на ранней стадии разработки были мысли о каких-то зачатках проекта но ни к чему разработчики так и не пришли мафия 4 за все последние шесть лет никогда не находилась на стадии разработки так что имейте ввиду все слухи вплоть до сегодняшнего момента которые крутились вокруг проекта долгие годы всегда являлись только слухами и не имели ничего общего с истиной что же мы имеем раз уж мафия 4 никогда не разрабатывалась то чем вообще ангары занимались все эти года а дело в том что ангар 13 как таковых можно сказать что уже нет обо всем по порядку после выхода третьей части мафии перед студии ангар 13 поставили выбор разработка собственного проекта либо же продолжение серии мафия в лице четвертой части и конечно же ангар 13 решают заявить о себе и берутся за первый вариант а продолжение мафии откладывается в долгий ящик проект их столкнулся со всеми прелестями производственного ада начинался от названия рапсодий и погиб с названием вольт но в периоде между разработкой их проекта затесался и ремейк первой мафии который вышел уже вот как полтора года назад а это значит что в промежутке между 2017 до 2020 в разработке у студии находилось два масштабных проекта куда попросту не могла уместиться мафия 4 но как гром среди ясного неба в сентябре 2021 появляется новость о закрытии этого проекта издателем take two факт закрытия повлек за собой огромнейшие убытки в 53 миллиона долларов и казалось бы должен был поставить крест на дальнейшем существовании ангар 13 однако все не так просто как кажется на первый взгляд но что самое интересное издатель не распустил и даже не начал массы увольнения внутри из студии напротив убытки в 53 миллиона долларов как будто просто прилетели мимо и отсюда может возникать теория что проект вольт был прикрыт в пользу завидомо более успешного проекта мафия 4 однако друзья мои совсем недавно выяснилось что это далеко не так сейчас вы узнаете всю правду о том как закрытие вольт связано с последним гвоздем в крышку грубо серии мафия февраль 2022 роксар официально заявляют о разработке шестой части гта и казалось бы в чем имеется в взаимосвязь между закрытием проекта под попечительством тейк ту от ангар 13 если вы могли заметить то прямо сейчас сайт ангар 13 изменился кардинально из источника крупной компании он стал напоминать сайт какой-то маленькой студию которые используют как затычку для более крупных компаний просто посмотрите и сравните да и за последние полгода информации о проектах этой студии просто нет по идее ангары сейчас ничем не заняты раз уж их проект отменили и тут как бы это смешно и грустно не звучало авто гонщики видимо убивают мафия я просто напомню для тех кто еще не в курсе rockstar и ангар 13 две компании которые принадлежат одному издателю тейк ту и прикрыли вольт скорее не из-за низкого качества продукты или прочей чепухи собственный проект ангаров отменили тупо в угоду более выгодным проектом до издатель мог бы оставить и вольт в разработке но зачем когда можно сосредоточить все силы на более выгодном проекте и виде gta 6 которые принесет денег минимум в 20 раз больше чем какой-то неизвестный проект отсюда скорее и не было никаких увольнений в студии ангар 13 их проект просто отменили для того чтобы помогать при разработке gta 6 но вы меня спросите не клей а при чем тут блять связь ангар 13 и rockstar это же два абсолютно разных разработчика во первых пора привыкнуть что монополистом в игровой индустрии давно стали деньги и издатель именно издатели решают куда направить основные силы студии во вторых если вы не знали то студию ангар 13 уже задействовали ранее для помощи в разработке игр rockstar например руку к разработке gta 6 приложили как раз ребята с лесу и на аватарке и не исключено что и в этот раз костяк команды ангар 13 отправили на помощь в разработке gta 6 отсюда и собственных проектов по типу мафии 4 у студии попросту не может быть и по сути она сейчас заморожена но ладно махнете вы рукой и скажете что а вот после выхода gta 6 то мы заживем но не тут то было господа ведь фанаты игры take-2 и rockstar и возрадуйтесь вас ждет новая эпоха эпоха ремастеров и дойки старых проектов ради игры на чувствах ностальгии фанатов прямо сейчас вы услышите горькую правду о том что на серии мафия скорее всего окончательно поставили крест в январе 2022 руководитель take-2 заявил компания осталась довольно продажами и качеством сборника gta trilogy definitive edition и это к сожалению не какая-то неудачная шутка а суровая реальность что это означает а то что раз уж компания устроила такое качество продукта то значит что в ближайшие лет пять издатель-то и кто будет придерживаться принципа минимум затрат максимум заработка уже известно разработки ремейка макс пейн который я предсказывал еще за неделю до его анонса возможно выйдет более 2 ходят слухи по сети даже когда 6 в разработке не прекращаются слухи о ремастере gta 4 и становится понятно что эта политика будет продолжаться ближайшие лет пять восемь и в этой политике издателя тупо нет места мафия 4 почему уже есть крупные проекты в лице gta 6 который принесет в разы больше дохода а ремастеры и ремейки почти всегда выигрышные в плане заработка вариант так зачем париться ангар 13 в эти 5-8 лет будет разбегаться на помощи разным студиям да что там говорить ангар 13 по сути как самостоятельно разработчика уже не существует остается надеяться что через восемь лет а мафии 4 издатель хотя бы вспомнил но при этом не факт что мы увидим ту самую мафию как бы грустно это не звучало но серия мафия погибла погибла в угоду заработка издателя конечно сохраняется возможность того что а мафии 4 когда-то там вспомнят но во первых это произойдет исключительно после политики компании а также разработки gta 6 а во-вторых игру явно уже отдадут под крыло другой студии и повторится ситуация как с мафии 3 за игру возьмутся те разработчики которые не знают что такое мафия как бы нам вместе с вами этого не хотелось но пора признать что все слухи и надежды на мафию 4 на долгие годы останутся лишь слухами о самом продолжении мы не увидим ближайшие лет пять что же на этом все в данном ролике я проанализировал текущую ситуацию вокруг мафии 4 и выдвинул свои предположения как бы нам не хотелось верить в том что продолжению серии быть реальность суровой и не предвещает ничего хорошего возможно вы сможете выставить свою точку зрения милости прошу комментарии всегда открыты но пока я вынужден с вами попрощаться будем следить за ситуацией вокруг четверки и надеяться на лучшее потому что это все что нам осталось делать подписывайтесь на канал ставьте лайки и не скучайте надеюсь все таки youtube не заблокирует и мы еще увидимся как и Субтитры сделал DimaTorzok